Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Это занятия были в Потеряевке, и вот они сохранились записанные, потом пришлось их в ворд перевести, и сейчас мы считаем гром и молнии. Видимо, прошел гром был, и я говорил то, что совершалось непосредственно, это тематически. На земле еще и жизнь продолжается. А что же будет перед концом того, что мы называем жизнью? Там, при начале вселенской трагедии. Что же будет тогда, когда наступит последний поворот земли, последний вздох планеты, последний стон обиды, скрик измены и радость победы? Радость победы? Ты вопросительный видишь знак? Что же будет тогда? Из нашей груди что вырвется? Христос пришел. Ужас или радость? И дух и невеста говорят, приди. А грешники говорят, ничего не будет. Они как огня боятся говорить о смерти. Нельзя ли по слову Божию заметить какие-то признаки в природе, чтобы день тот застал нас не врасплох? Спрашивал я о том старых людей и знатных, и оказалось, что никто ничего не знает. Как Серафим Матавилов говорит, я искал сколько, кто смысл жизни знает, никто не говорит. Смысл-то весь жизни спасти не жизнь, но душу. А для этого нужен Дух Святой. Стяжание благодати Духа Святого. Марка 13.36 Чтобы придя внезапно, не нашел вас спящими. Прошли грозы, гремело и сверкало все. Знаете ли, что такое гроза? И чем она сопровождается? И что можем получить, как урок от нее? Слово гром в Библии встречается 52 раза, а молния 40 раз. Когда журналисты готовят материалы, то заботятся, чтобы они были свежие, современные, чтобы их ждали и читали. Чуть запоздал, и с публикации уже не снимается. Потому что новые события подпирает, и вчерашняя потеряла свою актуальность. А божьи события уже 3600 лет проповедуются по Библии и не устаревают. 3600 лет назад было бытие написано, Моисей. Говорим о Моисее. Что он жил-был. А что мне до него? А то, что события, описанные в Библии, имеют неприходящее значение и живы сегодня. Какое бы событие ни взяли из древности, оно тут же переносится на сегодняшнее время и дает мне по учению пользу. В 1 Коринфянам 10, 6 и 11. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано нам, достигшим последних веков. Что бы ни перечислял из этой седой древности, все это для нас, для меня лично. И где бы ты ни жил, все равно это для тебя урок и поучение. И не влияет ни твоя национальность, ни местность, ни возраст. Каждому человеку это идет и входит и ведет к высшему. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Да. Хорошо. Люди надеются на милость Божию, о которой ничего в Библии не сказано. Это и пустое, и обман. Мы знаем только о той милости, которая написана в Священном Писании, а не на придумках. Что Бог за гробом безбожников милует и в рай католический или православный вводит. Нет этой милости там. Серахов 34.1.5 Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, и сонные грезы окреляют глупых. Гадания, приметы и сновидения суета, и сердце наполняется мечтами, как у рождающих. Люди становятся в тупик, когда смотрят на мир, когда узнают, что столько разных вер и вопрошают. Что же, по-вашему, мусульмане и все и погибнут, а одних буддистов миллиард, и они тоже в ад? Ты смотри в Библию и дальше не шагай. Там уже пропасть в суждениях. Когда нужно было покарать Богу, то он не смотрел на множество, а утопил их всех. И восемь человека спаслись. Раз вот занятия идут, один человек заходит, уже старость, 80 лет, и пьет, и курит, и все делает, что и матерится может православный. Все время причащается. Ну и совесть там учит. Ну что, по-вашему, только вы спасете, все погибнут. Непрерывно на каждом занятии. Почему? Душа метется. Верующий никогда не будет так рассуждать. Бог сказал, ждет наказания. Будет суд. Пойдите в огонь вечный с дьяволом и ангелами его. Куда это? Серахов 7,16. Не прилагайся ко множеству грешников. Серахов 34,19. Не благоволит Всевышний к приношениям нечестивых и множеством жертв не умилосердится о грехах их. Не умилостивляется. А мне умилостивляется. Я хочу, чтобы проснулся ты. Давай. Когда Бог сжигал гомосексуалистов и госекс-меньшинства, то их уже было множество, а в меньшей числе были праведники. Премудрость Соломона, 19,1. А над нечестивыми до конца тяготел немилостивый гнев, ибо он предвидел их и будущее их дела. Дела их, да. И их дела, написано. 2 Петра 2,6. Если города Содомские, Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Когда Господь сказал, что и других ждет казнь, то люди упирались плотским разумом в свои толкования. А почему, интересно, мусульман? Никакого нет у Шварценеггера, который губернатором стал Калифорния, и теперь проводит закон. Гомосексуалистов в школе, где и меньшинство. Почему нет ни одного? Сразу в один день казнили бы его. Нам учиться надо. Так а вы к чему призываете? Я просто указываю, ни к чему не призываю. Но я говорю, там бы этого не было, они ревнуют о законе. Ну вот, я недавно слышал, запись такая, они жили в Германии, из дворянского рода, все хорошо, учитель говорит, хороший был, мы так любили. А отец-то, говорит, наш дворянин, и за столом лишние-то не были люди, но его за стол приглашал. Какой он, вид у него хороший. И вдруг я прихожу, учителя нету из школы. А где? Родители сказали, да он уехал, вроде взяли, побоялись меня травмировать. А его арестовала полиция. Немецкая, при Гитлере. А почему? Узнали, что он где-то был гомосексуалист. Все кончилось. Их выискивали, ни одного во всей стране гомосексуалиста не было. Вот тебе и Гитлер. Нам еще до гитлеровских порядков идти, дойти. Так, не обязательно, чтобы башня, вот, Лука 13-3. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Не обязательно, чтобы башни на них свалились. Иные напротив из башни выпадут. На кого-то Чернобыль свалится, кто-то из облаков вывалится. Люди боятся грома. Боятся грома. Вот ударил 92, нету. Летели артисты, плесуны. Куда полетели? Зачем полетели? Кого утешать? В Сирию, где убивают людей. А его-то меньше всего нужно бояться. Это как громко нанады. А снаряды не ждут. И он в виде молнии уже бьет. Пуля, которая просвистела, это уже не твоя. Когда же твоя пуля, то ее свист будешь на том свете слушать. На первом месте стоит сверкание молнии. У человека пять органов восприятия чувств. Первое и главное зрение. Глаза. Более 80% из окружающего мы воспринимаем после видения. Видение. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поменьше ушами слышим. Молния далеко видна, чтобы приготовились к дождю. Красивое явление. Страшное и богатое в разнообразии. Кто не может видеть, для них уже бьет по ушам. Это поближе, но еще можно скрыться и убежать за дверь. Тряпки со солнца забрать. Если гроб не грянет, то мужик не перекрестится. Бог создает фон торжественности и страх нападает на плоть. Исход 19.16. На третий день при наступлении утра были громые молнии и густое облако над горой Синайская. И трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ бывший в стане. Сказал страшное, сразу раз вместо Писания. Сегодня ни один, которых я смотрю, православные, самые говоруны, священники, никогда не ссылаются на это. Сказал и ушел. А ты приведи, что так Бог сказал. Приведи к ногам Спасителя. Ни одного не знаю, ни одного. За 50 лет ни одного не увидел. Почему? Ну, я не говорю тех, которые не выступают, здесь не видно. Такие есть, которые, их не видно нигде, затерли. Ломоносов с другом Рихманом исследовал явление молнии во время грозы. Запустили змею на шелковой нити и на конец хвоста змеи поместили гвоздь. Ударила молния и другу его молния точно в лоб. Прошла через тело, разорвала башмак и ушла в пол. Ломоносов живой остался и записал, что молния бьет больно. Голова в гроб, сапоги на ремонт. Сапожнику. Узнали? Разорвала сапог. Я знал, что это Бенджамин Фрактин так делал. Молния это электрический разряд. Ну, верим мы в это или не верим? А то, может быть, неправильно. Да, уже ударила, убила, все. Есть гальваническая машина. Ее раскручивают и на расстоянии до полтора сантиметра между пластинами промелькнет искра. Полтора сантиметра. Почему с этим местом разряд соединился при всплеске этой энергии молнии? Потому что разряд... Почему? Почему часто разряд идет в небо, небо и небо-земля, пока ответа вниз. То есть иногда сверкает молния горизонтально, а иногда бьет прямо вниз. И у нас ударил столб. Вот как телефонные были провода, и она ударила. Первый столб полностью сгорел, ничего нет. А висит только изолятор. Второй, часть столба осталась такая. Третий, пять столбов поразило. Или шесть. А на последнем только черта черная прошла и в землю. Вот какая сила. Кто ее... Только пишут, что молния... Одна молния это огромная энергия. Кто ее измерял? Заряды в несколько тысяч бомб в одних тучах над головой. Видел я один удар по телеграфным столбам. От первого столба ничего. Даже угольков не видно. И что же это за температура? И путь, стрел, молнии. Кто знает? Видите как? Вот говорят, что разряд каждый. Это больше, чем взрыв Хиросимы. Бомба сброшена была. Второй, ЦАС, 22.15. Пустил стрелы и рассеял их. Блеснул молнию и истребил их. ИО, 28.26. Когда назначал устав дождю и путь для молнии. Игромоносной. У язычников читался громовержец Зевс, хозяина молний. А у православных это пророк Илья. Так наградило его народное православие. Что гром, это Илья едет, воду везет в бочке. А молнии якобы. Илья бросает бесов. Если бес спрячется за дерево, туда молнию ударит. А если за человека спрячется, то Илья шарахнет и в человека. Он не смотрит ни на что. Но Библия говорит, что молнии все в руке у Бога. ИО, 36.32. Он сокрывает в длани своих молнии и повелевает ей, кого разить. 38.25. Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии? 38.35. Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе? Вот мы. Псалом 17.15. Пустил стрелы свои и рассеял их, и множество молний, и рассыпал их. 76.19. Глаз грома твоего в руке... В круге небесном. В круге небесном. Молнии освещали вселенную. Земля содрогалась и тряслась. 77.48. Скот их предал граду, и стада их молнии. Считалось, что кого молния поразила, тот не угоден Богу. Но вот молния убила шестилетнего мальчика Артемия Веркольского. Он нес еду своему отцу, и его молния убила. Народ не стал хоронить его, даже на кладбище. Но пришло время, кору там взяли и исцелились, и теперь провозгласили его свы святые. Люди говорят, люди творят, что хотят, не советуясь с Богом. Никто никогда сам не может посылать молний. Когда в начальнике говорят, что он сердится, мечут громы и молнии. Это аллегорическое выражение. Псалом 96.4. Молнии его освещают вселенную. Земля видит и трепещет. Псалом 134.7. Возводит облакат край земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. 143.6. Блесни молнию и отсеих, пусти стрелы твои и расстрой их. Еремея 10.13. По глазу его шумят воды на небесах, и он возводит облакат край земли, творит молнии среди дождя, и изводит ветер из хранилищ своих. Еремея 51.16. По глазу его шумят воды на небесах, и он возводит облакат краев земли, творит молнии среди дождя, и изводит ветер из хранилищ своих. Езекиэль 1.13.14. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня и молнии исходило из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как церкают молнии. Это Божья слава в таком виде явилась. Колеса видел, колеса с очами, но какие, с глазами. И на это Иоанн Затаус говорит. И силы небесные поколеблются. Когда начнется суд Божий, такой страх будет. Я спрашивал сектантов, что такое силы небесные поколеблются. За полвека никто не мог ответить. А это означает, силы небесные, ангелы, архангелы, они будут трепетать. Вот когда, говорит, отец казнит кого-то, а сын маленький, он прячется за отца и оттуда смотрит. Вот так эти ангельские силы, говорит, под колеса небесные колесейцы прятать все будут смотреть. А человек не боится. А мне все равно. Не все равно. О Христе говорится, как его пришествие выглядит. Матфея 24, 27. Ибо как молния исходит от востока, и видно бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Вот я говорю одно предложение только. О Христе говорится. Место Писания. Дальше. Ангел своим видом поражает, настолько он светел. Опять место Писания. Матфея 28, 3. Видео был как молния, и одежда его бела как снег. И опять. И рождение нового мира показано с участием молний. И опять. Сколько мест Писания? Три места Писания. Сказал предложение, и тут же сразу. Откровение 4, 5. От престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих. 8, 5. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса и громы, их молнии и землетрясения. 11, 19. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковщик завета его, в храме его. И произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Ангелы принимают свет от Создателя. И потому вид их подобен молнии, и даже падший демон напоминает ее. Лука 10, 18. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот я сказал, даже сатана напоминает молнию. А где это написано? Вот единственное место. Премудрая Соловона, 5, 21. Понесутся меткие стрелы молний, и из облаков, как и стука натянутого лука, полетят в цель. Сирахов, 32, 12. Грому предшествуют молнии, а стыдливого предваряют благорасположение. Сирахов, 43, 14. По велениям его скоро сыплется снег, и быстро сверкают молнии сюда его. Третья езда, 16, 10. Он блеснет молнией, и кто не убоится, возгремит, и кто не ужаснется. Есть шаровые молнии. Шаровые молнии. Шаровые молнии. Есть дерево, весь в виде дерева, дерево. Может, это какая-то нечистая сила? Гром дает страх. Ты главное время сделал, и сегодня про дерева, она последняя. Может, нечистая сила. Наверное, я все-таки думаю... Гром дает страх. Не надо оговориться. Считай дальше. Ну, хорошо. 1 Царь, 70. И когда Самуил возносил все сожжения, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами, и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. Ио 26, 14. Вот это часть и пути Его, и как мало мы слышали о нем, а гром могущества Его кто может уразуметь? Ио 26, 28, 26. Когда Он назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. 37, 2. Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его. За ревность о Христе, чтобы подражать ревности пророка Ильи, два брата Завидеевы были названы сынами Грома. Марка 3, 17. Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы. Ио Златоуст гремел в облечении, как гром. Серахов 40, 13. И менее неправедных, как поток, и сохнут, и как сильный гром при проваленном дожде прогремят. Серахов 43, 18. Голос Грома Его приводит в трепет землю, и северная буря, и вихрь. Откровение 10, 4. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пишись его. Есть люди, носящие фамилии Громов, генерал-губернатор Московской области, но есть ли фамилии Молниев? Был философ Сократ, у него была жена Ксантипа, очень сердитая. И когда она однажды его упрекала за уклонение от работы, а он стоял на улице и склушал ее упреки при учениках, то она потом в раздражении схватила лохань и в окно выплеснула на его голову. Он вытер ладонью лысину и сказал, я всегда знал, что за громом следует дождь. Это я написал, что за громом следует дождь, когда Роспотребнадзор на нас напал. Сократ специально на такой женился, чтобы шлифовать на ней свой характер. Слово гром применяют даже в ругательствах, в угрозах. Был бы дождик, был бы гром, и не нужен агроном. Что интересно, у нас когда ругаются, прошел, а у немцев гимель, донор, веттер, так разразительно вроде гром. А то у них сильное такое ругательство считается. Гимель, небо, донор, веттер, ну речь идет о погоде. В деревне абсолютно все делают против пожарной техники безопасности. Сено давят под крышу, рядом с баней. Если одна искра, то даже ни скотину не выхватишь, ни сам не выскочишь. И от каменных домов ничего не останется. И уже не первую беседу провожу на эту тему. И ни на грам не двинулись. Так и пакуются для пожара. Зарод от зарода должен быть метра на пятьдесят, а от жилья метров хотя бы сто пятьдесят. Нужно же до трехсот метров. Но нам так удобнее на зиму. Но не все в жизни должны по удобству делать, но и по безопасности. А если молния ударит, то все вспыхнет сразу же. Ложусь спать, и только молюсь, чтобы не сгорели, особенно Калашниковы и у Павла. То есть видно, что не закончено, нету. Перевернул пленку, наверное, и все на этом. Все отрывать можешь. Я тебе не раз говорил, Никита, раньше ложись вечером.